Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 26 сентября, в этот день во всемирной истории. В 1181 году родился святой Франциск Осиский, проповедник, основатель ордена францисканцев. В 1371 в битве на реке Мареце турецкие войска под предводительством Лала-Шахин-Паши разгромили объединенное христианское войско под командованием сербского короля Вукашина. В 1776 состоялось венчание цесаревича Павла Петровича и Марии Федоровны, урожденной принцессы Софии Доротеи Августы Луизы Вюртембергской. В 1789 Томас Джефферсон получил назначение на должность первого в истории США государственного секретаря. В 1791 родился французский художник Теодор Жирико. В 1897 родился папа римский Павел VI в миру Джованни Батиста Монтини. В 1934 в Великобритании был спущен на воду океанский лайнер Королева Мария. 26 сентября 1181 года родился святой Франциск Осийский, проповедник, основатель ордена францисканцев. Святой Франциск появился на свет в Италии, в городке Осизе, в семье богатого купца. В юности он отличался живым и легкомысленным нравом и готовился стать рыцарем. Однако год, проведенный им в заточении в качестве военнопленного во время войны между Осизей и Перуджей, а также знакомство с бедственным положением нищих и прокаженных в его родном городе, навели его на глубокие раздумья и пробудили сочувствие к обездоленным. В 1206 году Франциск покинул дом и посвятил себя уходу за прокаженными и восстановлению заброшенных в окрестностях Осизе церквей, в одной из которых ему открылось его истинное призвание. В феврале 1209 года он услышал в церкви за литургией чтение 10 главы Евангелия от Матфея и истолковал его как обращенный лично к нему призыв жить в совершенной бедности и проповедовать Евангелие. Вскоре к нему присоединились ученики. В 1210 году Франциск написал краткий устав нового монашеского ордена, который был утвержден Папой Иннокентием III. В 1212 году к числу последователей Франциска присоединилась молодая девушка из знатной семьи по имени Клара, впоследствии также канонизированная. Франциск поселил ее при первой из восстановленных им церквей – Сан-Дамиана. Затем к ней присоединились другие сестры. Так возник орден бедных Кларис. Число братьев-францисканцев быстро росло, и Франциск стал отправлять их подвое на проповедь в другие страны. В 1217 году было учреждено несколько провинций ордена. Основные заветы Франциска состояли в следующем – помогать ближним, подвязаясь в миру, проповедуя Евангелие и заботясь о недужных и страждущих. Буквально исполнять евангельские заповеди, отказаться от всего ради Христа. Богатым от богатства, ученым от учености. Братья не должны были иметь денег. Если они не получали платы за свою работу одеждой и пищей, то должны были жить подаянием. Своей популярностью орден в значительной степени был обязан личности самого Франциска, его радостному умонастроению и любви, а также примеру его подвижнической жизни. Его любовь простиралась на всех людей, включая мусульман, которым он проповедовал христианство. 26 сентября 1776 года состоялось венчание цесаревича Павла Петровича и Марии Федоровны, урожденной принцессы Софии Доротеи Августе Луизе Вюртембергской. Будущая российская императрица Мария Федоровна, супруга императора Павла I, родилась в Штетене в октябре 1759 года. Ее отец, принц Фридрих Евгений Вюртембергский, состоял на прусской службе и лишь под старость сделался владетельным герцогом Вюртембергским. Об умонастроении юной принцессы красноречиво свидетельствует ее собственноручная запись в дневнике. Нехорошо по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость. Вот в чем должно состоять ее учение и философия. В 1776 году, после кончины первой жены цесаревича Павла Петровича Натальи Алексеевны, 16-летняя принцесса Вюртембергская вышла замуж за наследника русского престола. Окружающим казалось, что великий князь получил идеальную подругу. Достоинства молодой супруги цесаревича были налицо. Домашнее образование в духе передовых идей Руссо гармонично сочеталось со строгим воспитанием, культивировавшим порядок и экономию. Начиная с 1777 года, у Павла Петровича и Марии Федоровны, так ее нарекли в православии, родились 10 детей, 4 мальчика и 6 девочек. Старших Александра и Константина сразу после рождения забрала у родителей Екатерина, решившая самолично заняться воспитанием внуков. Мария Федоровна обладала художественными способностями. Рисовальщица и ваятельница она оставила целый ряд изящных миниатюр и тонких камей. Великая княгиня занималась резьбой по кости, лепила из воска и писала маслом. В 1820 году Берлинская Академия Художеств поднесла ей диплом на звании члена Академии. Между тем постепенно между супругами нарастало взаимное отчуждение. Что было тому причиной? Прежде всего, та мелочная домашняя опека, которой Мария Федоровна окружила Павла и которая с годами лишь усиливалась. Как писала современница о Павле, его супруга, великая княгиня, хотя любила его, но своими стараниями влиять на него только больше раздражала его. Кроме того, Мария Федоровна была манерна. Ее эмоции часто носили показной характер. В поведении великой княгини нередко чувствовалась фальш. Нравственная связь между супругами рухнула окончательно, когда после кончины Екатерины Павел узнал, что Мария Федоровна была в курсе планов матери об отстранении его от трона. К концу царствования Павла отношения в семье обострились настолько, что императрица оказалась в опальном положении отвергнутой жены, опасаясь лишь полного разрыва и его последствий. Для семейного благополучия не имело никакого значения отсутствие у Марии Федоровны политических взглядов и широкого государственного ума. Гораздо важнее то, что она не обладала житейским умом мудрой домоправительницы и матери семейства. В итоге красивая, образованная, молодая императрица потерпела полный крах своей семейной жизни. Она была слишком правильна, а потому слишком скучна. 26 сентября 1791 года родился французский художник-романтик Теодор Жирико. Он появился на свет в Руане. Его отец, Жорж Николя Жирико, был адвокатом, а мать, Луиза Кюрюэль де Сен-Мартен, происходила из старого и богатого буржуазного рода. После того, как в конце XVIII века семья обосновалась в Париже, мальчик часто бегал со сверстниками на Марсово поле, к решетке тюэлери или к заставам, чтобы полюбоваться военным парадом, или с замиранием сердца ждать вступления в Париж полков наполеоновской армии. В 1801 году Теодора поместили в интернат частного пансиона Дюбуа-Луазо, а затем отец перевел его в пансион Рене Ришара Костеля. В 1804 году Жирико поступил в императорский лицей. Теодору было тогда 13 лет. Уроки не интересовали его. Он много читал, рисовал и увлекался музыкой. С детства мальчик пристрастился к конному спорту и уже в 16 лет был первоклассным наездником. В Париже он использовал каждый свободный день, чтобы пойти либо в Лувр, где его внимание приковывал Рубенс, либо в цирк. Осенью 1808 года, решив посвятить себя живописи, Жирико стал учеником художника Карла Верне. Через два года молодой художник избирает для продолжения учебы мастерскую убежденного последователя классицизма Пьера Герена. Здесь Теодор начал упорно и внимательно изучать натуру, законы композиции и методы классицистического обобщения. Тяготение Жирико героическим образом приобретает вполне отчетливый характер. Осенью 1812 года художник создает свое первое большое полотно «Офицер конных егерей Императорской гвардии, идущий в атаку». Выставленная в салоне картина имела успех. Жирико присудили золотую медаль. В 1813 году художник переехал в собственную мастерскую. В 1813-14 годах он создает ряд картин и этюдов на военные темы. Три конных трубача, керасир, сидящий трубач. В салоне 1814 года Жирико выступил с картиной «Раненый керасир». Картина не имела успеха. Замысел Жирико, поэтизация военных неудач, остался непонятным. В начале 1816 года художник уезжает в Италию. У итальянских мастеров он почерпнул те тенденции к обобщению монументальности благородства языка, которые скажутся в его работе над монументальными замыслами ближайших лет. Новый этап творчества мастера, начавшийся по возвращении его в Париж, был отмечен созданием картины «Плод медуза». Стремясь представить на полотне историю спасения в море людей, потерпевших кораблекрушение, художник сделал множество подготовительных этюдов. В салоне 1819 года картина была замечена и быстро сделалась одним из центральных экспонатов выставки. В историю изобразительного искусства Жирякова шел как основоположник романтического направления. 26 сентября 1934 года в Великобритании был спущен на воду океанский лайнер «Королева Мария». Трансатлантические лайнеры середины 20 века – это огромные, быстроходные, комфортабельные суда, составившие целую эпоху не только в судостроении, но и в общественной жизни многих государств. Ведь до 1950-х годов не было другого способа попасть из Европы в Америку, кроме как морем. Эпоха ушла вместе с лайнерами, их заменили быстрые и менее дорогие самолеты. Но после окончания своей карьеры в 1967 году этот лайнер «Королева Мария» не отправился на слом, подобно другим судам, а стал музеем в городе Лонг-Бич в штате Калифорния, США. В начале 1930-х годов суда, обслуживавшие трансатлантическую линию, стали устаревать, а конкуренция в Атлантике обострилась. Именно тогда в Великобритании было принято решение о строительстве нового комфортабельного и быстроходного судна. Строительство лайнера было начато на верфи в Клайдбенке в 1930 году, но спустя год заморожено. Мир накрыл тяжелейший экономический кризис. Лишь в 1933 году, после получения финансовой помощи от британского правительства, строительство было продолжено. Лайнер, получивший в честь супруги короля Георга V имя «Королева Мария», был спущен на воду самой «Королевой Марии» 26 сентября 1934 года, а в мае 1936 года он отправился в первый трансатлантический рейс из Саут-Гемптона в Нью-Йорк. В одном из первых рейсов лайнер «Королева Мария» установил рекорд скорости пересечения Атлантики. Рейс был выполнен всего за четверо суток. Правительство Великобритании субсидировало строительство «Королевы Марии» не просто так, а для того, чтобы иметь быстроходный транспорт для переброски войск через Атлантику на случай войны. И случай представился. В период с 1939 по 1946 годы «Королева Мария» и только что построенный для работы в паре с ним лайнер «Королева Елизавета» перевозили войска через океан в некоторых рейсах, принимая на борт до 10 тысяч человек. После возвращения к мирной службе «Королева Мария» работала на трансатлантических рейсах еще 20 лет, до тех пор, пока конкуренция с авиацией не сделала эксплуатацию старых трансатлантических судов нерентабельной. В сентябре 1967 года лайнер выполнил 1001-й трансатлантический рейс, а в октябре отправился в свой последний круиз из Саундгемптона к месту вечной стоянки в Калифорнию. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ.